МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хлеборобы намолочивают тут 35 сантнерус гектара, на 10 боч за середний показчик по в области. Наша здымочная бригада побывала у одной из господарок района. На одном из полёх господарки Вутевская вымушенная затиша. Вильготность сборжа выше и за норму. Значит, с уборкой придется пачакать. Олега, это не критично. На сегодня убрано уже больше за половы сборжевых. Державный заказ целком выполненный, а огульный намолот склают 2880 тонн. Прыклад настолько, что тут различуюсь отрымать до закончения уборочной. У господарца дякуюсь небесной канцеляры и за то, что всё летняя засуха в этой месте омаль не закранула. Хотя, вядома, справа не только у надворья. У нас дожди проходили, и урожай, конечно, выдался на славу. Но я считаю, что не только погода нам помогла. А в этом у нас выдерживается вся технология по возделыванию зерновых культур, по внесению минеральных удобрений, по обработке почвы, по защите, по химзащите растений. Главное – работа людей. У нас очень хороший механизаторский состав в хозяйстве. 32 механизатора, новая техника. Механизатор Александр Марфушкин у першыню сел за руль комбайна 6 годов тому. У гэтую уборочную уже стал лидером, намолотивший разом с помощником колесами сот тонн сбожа. Гэта лепши вынеку господарцы. А в сокрытии своего поспеху Александр каже степла и просто. Ну как, мы старались, молотили зерно, готовили технику свою. Сами готовили, сами сели, сами убираем. После обеда, який гаражам привозить у поля, механизаторы выращают знов проверить зерне. Перш на густ, затем специальным прибором вымиральником Вильгатти. В гэтый раз покажчики у норме, а значит час заводить комбайны. Руслан Пролясковский, Святлана Князева, Валерия Гапанько, телерадуя компания Гомель с Дубрушского района. У Гомеля отбился семинар на тему нормативно-правовые аспекты туристичной деятельности. У делу им приняли представники туристичных фирм, индивидуальные предпринимальники, а так само физичные особи, які ожидают займаться туристичной деятельностью и зараз стоять на улику у центра занятости, как бы отримать субсидию по доказанию турпослух. Головная мета семинара – поляпшение якости обслуговывания гостей нашей краины специалистами туристичной индустрии. Вероника Ворошилина с подробностями. Семинар нормативно-правовые аспекты туристичной деятельности у Гомеля был организован у першыню. Сярод його праоритетных задач – ликвидация пробела у ведах нормативно-правовой письменности у сих субъектов туристичной индустрии. Аналогичные семинары национальным агентством по туризме проводились выключено у Минску. Проанализовавши их выниковость, было принято решение поширать межи и выехать у регионы. Дарижи Гомельщина, ГТ «Информаційный десант», приняла першы. Подобные семинары эффективны в связи с тем, что основная деятельность наших туристических организаций направлена в основном на работу с туристом. И вот особенно во время сезона каждый стремится как можно лучше оказать эту услугу, найти своего туриста, не упустить того туриста, который отдыхал в прошлом году. Не всегда находится время для того, чтобы держать руку на пульсе изменений в законодательстве. Основная функция национального агентства – это методическая помощь, методическая поддержка. Поэтому мы с удовольствием ее оказываем. Уделы семинара приняли представники туристичных фирм, индивидуальные предпринимальники, а так само физичные особи, которые ожидают займаться туристичной деятельностью и зараз стоять на улику у центра занятости, как бы отримать субсидию по доказанию трубослух. В ходе мероприемства были разгледжены питания, податки обкладания, сертификации, формирование договорных, и партнерских относин у сферы туризма. Семинар – это выдатная пляцовка для обмена информацией и его опытом. А так само додатковая махчимость отримания необходимых ведов для поляпшения якости обслуговывания гостей нашей краины. Мы надеемся, что такой обмен опытом, обмен информацией о правовых вопросах, обмен информацией о тенденциях на рынке, новинками, будет способствовать тому, что все мы будем более компетентны, все участники туристической цепочки будут повышать свой уровень, и, соответственно, мы как страна, и как регион, и как отдельный город будем более привлекательны для туристов. Туризм во многих краинах света з'является важным складником экспортных послуг и внутреннего голового продукта державы. Беларусь, благодаря своей развитой инфраструктуре и богатому природному потенциалу, мает все махчимости для широкого развития туристического накерунка. Комфортабельные беларусские агросядивы, гостиницы и санаторы уже сегодня готовы пропоновать своим наведывальникам послуги рознобаковых отпадшинков на самом высоком уздровне. Однако, об вытримливать конкуренцию и поспехово развиваться у этой сферы, необходимо зладженно працовать усим удельникам туристической индустрии. В свою очередь, обгодно приймать на беларусской земле гостей, треба самим ведать усе первого национального туризма. На мой взгляд, для успешного продвижения страны на внешних рынках, привлечения туристов, нужно популяризировать внутренний туризм, создавать моду, создавать тренд на поездки по собственной стране. Чем больше мы будем путешествовать, узнавать, знать, тем больше мы будем разбираться и любить свою страну, тем больше мы будем каждый на своем месте способствовать тому, чтобы к нам ехали гости, чтобы мы принимали гостей. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Уведение у господарчий оборот объектов, якие не выкористовываются, сегодня у Гомельской области идёт довольно активно. Наши корреспонденты протягивают знакомиться с прикладами отраджения старых будинков. В этот раз они побывали в Калинковицком районе. Некольки годов тому на этом месте увезцы Новая Антоновка находился закинутый будинок Лазни. Сегодня ж, дякуюсь местовым предпринимальникам семьи Веселовских, тут можно приемно отпочить. После капитального ремонта спочатку открыли Лазню, после побудовали кафе, банкетную и бильярдную залы, зарабили зоны для отпочинку у дворы. Увы, неку за короткий час место стало довольно популярным и не только сяруджихару Калинковицкого района. Приезжают к нам из других городов, приезжают ближайших, и даже из таких городов, как и Минск, и из Могилёва приезжают. На будущее, конечно, хотелось бы это все превратить в агроэкотуризм, потому что хотим сделать спальные места, потому что гости приезжают из других городов и хотят где-то отдохнуть и переночевать. Трое сябро и компаньонов Геннадий, Александр и Ягор предпринимательством занялись еще в середине 90-х. Гандаль, ремонт техники, чистка диванов – вось основные на керунке их бизнесу. Однако недавно взялись за реализацию грандиозного по мясцовых мерках бизнес-проекта. В далекие советские часы тут, уже в описном кутку на ускраине Калинковича размещался больничный комплекс. Гэтую территорию, якая не один год пустовала, и не были предпринимательники. На данный момент тут уже обсталиванный магазин спецтехники пошелось обудовництво еще одной гандлевой кропки и кафе. Увы, гуляй, работа по продаже майомости, якая не выкористовывается, у Калинковича в районе сегодня идти довольно активно. За последние годы проведено очень много аукционов, конкурсов по продаже объектов, которые нашли новых хозяев. Особенно плодотворно эта работа велась у нас в текущем году. За истекший период 2015 года нами продано 12 объектов районной коммунальной собственности на общую сумму миллиард 380 миллионов рублей. На сегодняшний день у Калинковича в районе своих уладальников чекают еще два объекта коммунальной майомости, якая не выкористовывается. Алена Василюк, Сергей Лукашук, телерадо и компания «Гумель», Калинковицкий район. По водле оценки специалистов, ситуация с пожарами в Гумельской области стабилизуется. Колькостью сгораний и охвер поменьшается, у тым ликую, дякуючи дождливому надворью. Об этом, подчас гарачей линии, у промым эфиры «Радо Гумель плюс» поведомил начальник Гумельского областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях Александр Украинец. На сегодняшний день заборона на наведывание лясов, якая доужилася два тыдни, знято на большей территории в области. Пажаронебеспечная ситуация по ранейшому заховывается у семи районах – Хойницким, Лельчицким, Нараулянским, Кармянским, Будакашалевским, Чачерским и Брагинским. Тут по ранейшому наведыватель лясы забороняется. Рашение обзнятие забороны в этих районах будут примать мясцовые органы улады. Не глядя на то, что по всей территории в области пройшли дожджи, кожные сутки специалисты фиксуют по некальки узгораний у торфянников. А чаги узгорания оперативно ликвидуются. Однако МНС попередживает грамадян об выполнении элементарных правил по воде на лесах. Тем более, что сейчас идет активная фаза уборочной кампании. Массивы уборочные не примыкают к лесам, поэтому я бы все-таки рекомендовал гражданам быть весьма и весьма осторожным. Если ты в лесу, то надо беречь то, что есть. Не разжигать эти костры, не бросать их без присмотра. Если кто-то курит, не бросать этот окурок, где попало. Тогда мы будем гарантированы, там, где высокая культура поведения человека, как в быту, так и везде, там количество чрезвычайных ситуаций гораздо меньше. Держ-Аутоинспекция на протягу сего года проводит для юных удельников руху разностайные профилактические акции. Особливая увага к этому пытанию надается у летней пиры, от кали основная масса детей находится на улице. Разом с детьми за межу стану адукации перемещается Держ-Аутоинспекция. Сегодня одна из таких профилактических акций прошла у Гомельским анти-кинотеатры. Такий урок дорожной безопасности отразнивается от звыклых школьных занятков. Проходить ее на открытом поветре у выгляде циковой гульни. Ниакой сухой и монотонной информации, которую, как вядомо, дети не успремают. С новинок таких занятков специальный аутобус, який наглядно демонстрирует дорожные ситуации, с якими ребята сутыкаются каждый день. Незвычайности такому транспортному сродку надают специально вырабленные магниты, на которые нанесены тематичные малюнки и дорожные знаки. И они размещены по всем периметрам автобуса. Это суместный проект Держ-Аутоинспекции и Гомель-Аутодара. А кроме этого, в рамках летних профилактических мероприемств, которые проводят ДАИ, у средней школы номер 2 была открыта специальная профильная змена. У таких незвычайных школьных лагер ходят дети с другого по 8 класс. Протягнется смена до 19-го жнивня. Учащиеся школы данной будут заниматься по специальной программе, направленной на безопасное дорожное движение, то есть профильная смена именно по линии госавтоинспекции. Особенностью данной профильной смены будет являться то, что дети будут посещать различного рода мероприятия, связанные с линией по линии ГАИ, экскурсии, сами поучаствуют и увидят работу сотрудников ДПС, ну и примут участие в таких профилактических мероприятиях, как, например, сегодня. Комитет Державного контроля Гомельской области на этом тыдне у пятницу проведе горячую телефонную линию с жихарами региона по пытаниях наведения парадку у лесным фонде, реализации лесопродукции, организациями насельництву. Кожный жадающий, подчас горячая линия, зможа поведомить супрацовнику ведомства об фактах размещения несанкционованных звалок, порушению правилов заготовки леса. Зробить это можно будет по номеру телефона у Гомели 23 83 71, код областного центра 0 232. Экспозиция факсимильных церковных выданий и летописных помников проходит у музея редкой книги. Новая выстава книг промеркована до тысячагодья памяти святого рона апостольного князя Владимира. У экспозиции «Христитель Руси» представлены выдания наибольшь вядомых помников у сходне славянской письменности. Это факсимильные летописы и литература религийного зместу. Выстава подробязно раскрывает эпоху и особу князя Владимира. Его деятельность у свой час стала штуршком добурного развития у сходне славянской культуры. Сирот самых цікавых экспонатов, які представлены на выставе, Туровская Евангелие, датаванная 11-м стагодзе. Это самый старожитный письмовый помник, который был найден на территории Беларуси. Оригинал заховывается в Вильнюсе. И на этом наш вечерний выпуск завершен. Ранешний глядится завтра на телеканале «Беларусь-2» у 7-1. До новых встреч в эфире!